голубая луна голубая голубая привет народ привет мы собрались не для того чтобы вам петь песню а для того чтобы поговорить о серьезных вещах но походу у нас это не удастся мы вам сняли два раза видео про то про что про другая нет не про попугая ты все путаешь про собак ну про собак да ну ну про попугая когда мы его спасали мы ездили жаловаться на собак мы когда спасали попугая а если вы еще не видели смотрите на канале есть а почему туда показу попугай там прыгает иногда будете слышать так вот когда мы ездили спасать попугая мы возвращались из муниципалитета до где давали жалобу на соседскую собаку которая гавкала гавкала не давала нам жить там и так далее так далее там такое сюжете с проскоченицы все маленькие и народ начал меня обзывать во первых они сказали что вот мы не такие как они ожидали от нас да ребята мы с вами жить не собираемся как вы о нас думаете это ваши личные проблемы а ты собираешься вообще жить вот вот ты купила дом да ты потратила допустим там почти миллион долларов на ты въехала а тут у тебя появился сосед у него две невоспитных собаки на гранина гора невоспитана они будут они скулят они гавкают постоянно сейчас слышите тишина это потому что мы нажаловались и народ пишет что типа вы и стукачи вы знаете что в австралии не любят стукачей для меня это откровение здесь наоборот здесь нельзя ходить от соседа к соседу что-то там ему высказывает свое мнение да здесь надо идти конкретно в определенном организации если тебя что-то не устраивает почему так во первых представьте ситуацию у соседа пьянка у соседа вопли там и непонятно что уже 12 часов ночи вам хочется спать а вы не можете вы идете к соседу и кто знает что у него происходит может быть они просто мирно пьют и хохочут а может быть у них там драка с поножовщиной конкретно вам открывают дверь и вы получаете в пятак хорошо если кулаком но в то же время вы же платите налоги вы платите rates rates это такая штука которую крышует нас муниципалитет наш council так называемый и он крышует на за что за то что мы живем в чистоте у нас на улице везде чистота вокруг тишина и так далее то есть наш council улаживает все вот эти проблемы между людьми которые когда соответственно мы ему платим он нам должен что-то отдавать иначе смысл ему платить поэтому если у нас гавкает собака вот я один раз пошел в пять утра когда она лаяла через забор сказал соседки соседка сказала да извините но это первое вот вернее вот это вторая сказала извините а первая была которая там жила этот дом в аренде находится она сказала это не моя собака вообще при том что она у него в ногах лежит и гавка да если ты видишь что ты не договариваешься с соседями второй раз уже к соседу идти смысла нет это надо идти уже опять-таки если ты в хороших отношениях с этим соседом если ты много лет знаешь конечно можно с ним поговорить попробовать хотя бы поговорить а тут если жильцы эти меняются каждый месяц и каждый раз разные приезжают и с разными какими-то закидонами своими здесь раз в месяц ты ничего не снимешь а вот раз полгода за ну да если человек с первого раза не понимает значит он не понимает вообще и говорить с ним не чем и потом но привыкли в россии до люди постоянно все на личности переводить что вот ты там такой секой там и вообще вот и высказывать что-то ходить здесь людям нужна практика практика то есть он хочет тишины ему не надо высказывать соседу что у тебя собаки не воспитаны ему нужно вот именно удалить причину как это все делается я покажу чуть чуть дальше вот за вот этим видео почему так почему именно дальше мы пытались мы два раза уже сняли это видео на самом деле но она была нудным потому что я раскладывал документы а когда вы их идете жаловаться вам выдают муниципалитете документы которые вы должны будете кинуть почтовый ящик но это вы увидите еще и я вам пытался там и вместе я сам уже пытались вам объяснить вот по пунктам что происходит что там написано вот для тех кто интересуется потому что на меня опять-таки жаловались комментарии вот вы это все увидите до маразма доходит говорит а вы представляете вот что вы делаете а вы пошли пожаловались да а на самом деле оказывается что хозяин этого дома вдруг вот он потерял сознание лежит без сознания или мобильник у него сел он не может вызвать скорую собаки надрываются гавкают а вы вот такие сволочи бездушные мы до сердечные вместо того чтобы пойти взломать дверь откачивать хозяин вы идете жаловаться все не так это все весело когда когда она не две недели вот там за окном гавкает понимаете если две недели хозяин лежит в отрубе то тем более есть смысл на него заявить что бедных собак спасли не только хозяина по моему ну да 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 потом если собака гавкает есть куча причин они могут быть больные они могут просто скучать или их могут не кормить например издеваться над ними тогда тем более надо стучать что это уже до жестокое обращение животными здесь это очень строго обязательно должно быть разбирательство почему собака гавкает до что вот до меня лично я не знаю как тебе ну вот я выношу любые звуки у нас тут птицы с 4 утра начинают орать он попугай который переговаривается иногда потом кто еще музыку включает иногда но днем до сети музыку включают но иногда вечером у кого-то вечеринка тоже бывает вчера было воскресенье вчера у соседа напротив была вечеринка и там такой голде стоял такой курятник был это все не напрягает мало того ты знаешь что это временное даже если она громко они сейчас пошумели через час разойдутся это не страшно а когда ты сидишь что-то делаешь вот видео например снимал мы вам копали когда пруд показывали мы не могли снять это видео потому что я начинаю говорить и тут все хана видео и вот как это озвучивать но это ладно хрен с ним то с видео жить невозможно просто сидишь вот как каплю когда китайцы пытали да на голову так кап кап ладно она не лает постоянно но ты постоянно ждешь сейчас она заскулит а сам над скулешь это я не знаю как вот котенок платье до собачка скулит и чувствую что что-то с ним не то вот и это как бы тоже ты тревогу тебя вызывает мало того когда у соседа начал скулить постоянно щенок мы еще так и подумали что это щенок но он еще маленький ему надо дать время и естественно мы на не ужаловаться не пошли и даже к соседу не пошли на самом деле спрашивать он звенит попугай колокольчиками вот мы не стали даже соседу жаловаться потому что мы понимаем что это щенок но когда этот щенок стал продолжать скулить больше двух недель тут уже надо что-то принимать закон включает себя тишину да может быть у вас стройка какая-то но они обязаны не пылить они обязаны соблюдать определенные часы работы и так далее так далее это временно поэтому о перекликается с попугаями услышал стайку а вы скажете что типа ваш попугай орет до собака не может гавкать в вода я хотела сказать попугай типа не раздражает а собака раздражает соседская да так вот я вам скажу проще вот там сейчас на улице орут еще несколько глоток а то и не знаю десятки иногда сотни и там такое творится что вот это из нашего дома по сравнению с тем эта фигня это птица которая живет снаружи это нормальная птица и вот именно они начинают орать 4 утра на это уж никак не пожалуешься но мы отклонились от темы тебе нравятся шавки мелкие нет вот шавки я особенно не воспитанные глупые мне очень не нравится ребята если вы о нас что-то думали лучше и сейчас думаете хуже опять таки это ваша проблема а я вам сейчас покажу как все правильно как все происходит по закону и что вам дадут случае если ваша собака гавкает какие документы какие объяснения вам дадут и вы поймете что то что мы сделали это было правильно итак господа чтобы не мешать жене делать обед я расположился довольно удобно на полу своей гардеробной и вам сейчас покажу несколько документов расскажу что как откуда куда и так далее эти бумаги я получил в нашем консиле вот он regional консил это такая организация которая занимается ну всем буквально в нашем районе то есть она убирает мусор вон мусорные баки стоят это все в ихнем ведение ремонтирует дороги и так далее так далее это все делает консил и если у вас возникает какая-то проблема по шумам например то вы звоните не в полицию а в консил хотя если вдруг что-то срочно например всю ночь гавкает собака и не дает вам спать или что-то происходит вы можете обратиться и в полицию они тоже помогут мы решили съездить приехали там женщина нас выслушала сразу никаких вопросов особых не задала кроме породы собак им надо было внести в базу и мне выдала два документа вот это моя копия с моим именем все остальные это анонимные далее самое главное начинается здесь две книжечки таких самопальных нам их напечатали сразу на принтере получает сосед это именно о них было сказано в предыдущем леске что я должен либо послать ему по почте либо просто положить в ящик дорогой сосед может быть вы не знаете но ваша собака беспокоит своими шумами ваших соседей я хочу с вами законтактировать в данный момент это как первый степ то есть первый шаг чтобы выразить мое беспокойство и дать вам возможность эту ситуацию решить без подачи официальной жалобе я вам предлагаю почитать вот те приложенные документы чтобы помочь вам идентифицировать почему ваша собака гавкает и найти соответственно решение как это дело исправить видите они не хотят идти на конфликт не хотят никого-то наказывать то есть местные власти пытаются решить все эти проблемы путем договоров для этого вот вы увидите дальше очень хорошо очень подробно все объясняется все что вам нужно сейчас это просто договориться с вашими соседями ну и принять меры для того чтобы этого не было и чтобы это не прогрессировала вот эти шумы в дальнейшем типа с уважением ваш сосед ну и такое украшение чтоб не скучно было читать такое очень вежливое письмецо которое говорит моему соседу чувак вот ты может не знаешь но у тебя собака гавкает и давайте это дело быстренько решим на следующей странице уже идет конкретно как идентифицировать резоны как бы то есть почему собака ваша может быть слишком гавкучая она может скучать когда она остается одна и она может просто чувствовать себя одинокой если эти собаки начинают скучать то они начинают проявлять антисоциальное поведение как допустим пытается убежать пытается разрушать все жевать или копать чтобы это дело предотвратить нужно дать собаке достаточное количество вот того что здесь описано интерактивные какие-то игрушки может быть взять допустим банку от молока здесь от молока бутылия они пластиковые они не острых можно жевать открутить крышку допустим положить туда какую-то печеньку или даже льда просто насыпать она будет там греметь он будет бегать катать это дело играть food rewards то есть это как награда будет food еда какая-то если он разгрызет эту баночку то есть ему будет чем заняться оставьте какой-нибудь кусочек веревочки который можно пожевать там или какие-нибудь специальные знаете продаются кости для собак оставьте кусочек тряпки в котором будет ваш запах чтобы собака чувствовал что она не одна особенно это нужно для щенков ну и соответственно разные игрушки как вот мечи но это все повторяется в общем то повторяется просто 10 это расписано очень очень тщательно чтобы вы не сказали что а я вот не понял следующая проблема почему собаки могут гавкать одним словом я вам не переведу это типа вот такое возбуждение ожидания такой вот прямо нетерпение ожидания антисипейтинг погулять поиграть соответственно что нужно делать чтобы этого не было это немножечко поднять физическое активности собаки то есть дать ему позаниматься псу постоянно ходите на прогулки с ним то есть проводите больше приятного времени с вас со своей собакой вот так можно это перевести так как собаки стайные как бы семейные животные при отсутствии вот этой самой стаи семьи они могут долго гавкать потому что вот этой семьи нет также они могут бояться какие-то но объекты снаружи вот газонокосилка кто-то косят и либо там почтальон ходит и так далее из-за этого она может постоянно гавкать когда вы уходите вы берете ключи собака уже знает что вы уходите таким образом вы даете понять уже заранее что вы как бы вас не будет и портите ей настроение поэтому либо держите ключи с собой либо кладите их там в разные какие-то места перед тем как выйти из дома включите этом радио или телевизор но я думаю телевизор будете слишком жирно ну вот хотя бы радио чтоб собака слышала что она не одна осталась до следующий пункт это я неправильно переведу вам это как бы агрессия к окружающим это раздражение disturbances это когда вас кто-то раздражает допустим пришел постман это почтальон ваша собака думает что вот это кто-то вот пришел грабить инцидент соответственно на интрудера на того который пытается войти как бы покушается на вашу собственность она начинает гавка она может бросаться так на все что угодно она может лаять через забор и просто на тех кто ходит вокруг на прохожих но вы знаете я думаю что в россии как раз эта штука очень очень распространенная когда сидит шавка за заборами просто облаивает как решение ситуации бы не награждать собаку никогда ничем когда она начинает гавкать на кого-то видите не предлагается даже наказывать собаку просто говорят что типа вот не кормите там не давайте игрушек если она проявляет такое поведение чтобы не стимулировать ну и последний пункт это дискомфорт собаки это может быть боль какая-то может быть дискомфорт болезнь либо даже если она находится очень маленьком пространстве это тоже и предоставил как бы предоставляет какой-то дискомфорт и она может из-за этого гавкать выражать свое как бы негодование то же самое если собака привязана или нацепистый сидит постоянно без еды без воды и так далее соответственно это может вот заканчивается такими воплями как решение дайте побольше пространство собаки чтобы она могла передвигаться спокойно а если собака сидит на цепи на длинный период времени то тогда дайте ей типа проволоки по которой она может с этой цепью бегать вот это первая страница как вы видите информации очень много она крайне подробная и сказать что ты не понял ну трудно трудно принципе здесь расписано то же самое но другими словами и немного по-другому это конкретно моя собака гавкает что я могу сделать как хозяин этой собаки соответственно здесь прямо как для детей рассказывается что собачила это натуральное поведение собак это и так далее так далее так далее даже вот до такого доходит уровня и и почему допустим собака может гавкать это я уже все в принципе рассказал но здесь это более как бы сжато рассказано если она оставлена одна на большое время если вы покидаете дом если какие-то люди пытаются зайти на ваши пропорти на ваш двор там куда-нибудь либо собака ищет какое-то внимание к себе как вы узнаете что собака кого-то беспокоит если ваши соседи пожаловались если вы получили от каунсела жалобу то есть вам каунсел сообщил что на вас подана жалоба или если это вас самих беспокоит это признаки того что вам уже пора вмешиваться соответственно консулат может вам предоставить какие-то советы по тому как решить всю эту проблему вы как собачий хозяин должны сами прилагать усилия для того чтобы решить все вот эти проблемы не факт что эти проблемы будут решены быстро но надо стараться если вы хотите уменьшить этот шум то вы должны понимать почему он или она гавкает соответственно это может быть симптомом разных других проблем и вы должны четко понимать причину чтобы ее решить вот есть еще такая ссылка можно пальцем тыкнуть ничего не происходит почему собаки гавкает и дальше идет объяснение я уже не буду вас утомлять потому что вы и сами поняли что тут к чему если что просто остановите на стоп-кадр да и почитайте ну и внизу тут приписка что самый главный шаг это понять почему собака гавкает именно тогда вы сможете найти лечение от этого дела можно обратиться к вашему ветеринару чтобы он вам специально ошейник выделил я так понимаю что это counting color то есть это какой-то счетный от ошейник наверное сколько гавкает собака скорее всего я не в курсе ну соответственно это вам поможет избежать проблем с тем что на на вас будут жаловаться соседи уже консулат здесь большая как вы поняли история здесь как контролировать собачий лай если пять общие советы типа погуляйте там собака и так далее чтобы ее успокоить но это ладно если главное здесь как бы смысл этого что если вы не можете сами справиться то лучше вам обратиться тогда к тренеру причем не просто к тренеру а еще есть вот бехеверист то бишь обе хей вы это поведение то есть собачьего как бы поведенческого какого-то вот чувака о как бывает я не знаю мне здесь собаки не было и никогда не не сталкивался с этим с вот этим поведенческим чуваком а теперь один из самых интересных пунктов что произойдет если консулат получит жалобу по поводу вашей собаки вы в первый раз получите этот вот как раз пак из двух книжечек которые будете читать если собачий лай будет продолжаться то консулат будет дальше расследовать ситуацию они вам позвонят и расскажут что на вас жалуются соседи просят ваше мнение и так далее и так далее и если они решат что все таки вот это беспокойство по поводу шума собак присутствует то они будут уже думать о том чтобы выписать вам штраф и это довольно большие штрафы здесь вообще не любят нарушителей законов полиция работает довольно хорошо но что произойдет если дальше ваша собака будет беспокоить соседей тогда консулат будет делать большое расследование будет налагать на вас второй большой штраф и вплоть до отбирания собаки ну и давайте быстренько пройдемся по вот этой книжечке потому что я так вам очень много всего рассказал здесь опять расписано все 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 что я вам уже говорил только другими словами немного более плотно что как как выяснить что собака гавкает то есть вы можете опросить соседей попросить просто чтобы они вам рассказали когда собака гавкает там в какое время суток что вы при этом делаете что при этом делает ваша собака и так далее так далее видите небольшой дневник в общем вот то что я вам уже рассказал просто здесь это очень очень подробно расписано ну вот поговорите со своими соседями распишите что вы будете делать что не нужно делать не кричите на свою собаку когда она гавкает чтобы заставить ее замолчать потому что это может иметь противоположный эффект помните что эта проблема является распространенной вы не один такой вы можете справиться с этой проблемой и если вы понимаете конечно если вы больше знаете и учите по поводу вашего pets behavior это как бы поведение собаки соответственно если уж это все не помогает то ищите профессиональную помощь и так далее так далее методы контроля здесь расписано как правильно собаку тренировать что с ней надо гулять ля ля фа фа это все мы уже говорили вплоть до того что измените дизайн своего забора дисциплине учите и так далее то же самое касается что как предотвратить чтобы собака не скучала много 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 совета вы не представляете здесь настолько подробно все расписано что аж вот прямо аж приятно ну и последний наверное здесь листок ну-ка давайте мы его перевернем а а здесь большой список тренеров и клубов собачьих по породам и просто по районам и как хотите то есть после вот прочтение вот этого всего то что он положит почтовый ящик вы никогда не сможете сказать что вы чего-то не поняли теперь остается только один вопрос что вы не хотите просто решать эту проблему и все тогда соответственно на вас будут налагаться штрафы вплоть до того что у вас собаку отберут поэтому вот мы сколько гуляем по улицам здесь собаки очень тихие они никогда ни на кого не бросаются потому что это все наказуемо если собака вас укусит на улице эту собаку просто усыпят по закону и у нас вот тихо слышите никаких звуков хотя собак очень много у соседей в общем я вам много чего рассказал надеюсь не было сильно нудно спрашивайте если что в комментариях в принципе все тогда пока